Парламентск Какие законы принимаются в парламенте, я думаю, это только для народа Если вот так взять, мы и парламентское правление видели, и президентское правление И то, и это не оправдало себя Но вот в парламентском правлении, по документам парламентское правление, на самом деле президентское правление получается Поэтому для нашей развивающейся страны, я думаю, было бы нам хорошо, если бы один человек взял ответственность на себя И с одного человека можно было спрашивать. Если будет президентское правление, я думаю, для развития страны это будет лучше, я думаю. Парламентское или президентское? Как вы думаете? Без комментариев. Парламентское. Поясните, пожалуйста. Ну, мы уже проходили узурпацию власти. Так что я думаю, что парламентское лучше. Хотя вот прежнее парламентское и президентское было самое оптимальное для нас сейчас. Вот что лучше, президентское или парламентское, тогда парламентское. Президентское, премьер. Она коллайся. Булача ендирганча премьер кетердик. Она биргиши жопуты болыш керекте, маммлокетте, негзи. Мен ойым бойынча, негерде бұл джеке өзім ойым, парламентке башқаруға барыш керек. Бүтіндой, егерде парламентке бере турғам болса, болжақшы. Президентке башқару, біз екі жолы президентке башқару болғанда, біз марта қайтын қадеті жоқ деген бұл джеке мен өзім ой пекерим. Мен ойым президентский. Аға, не өчін? Потому что мұна 29-30 жылдан бері қанча жолы премьер-министрлер болды. Же президент жопер бейт, же премьер-министр жопер бейт. Азыр мұндаңда бір кеші мойынына алып, мен ұшы атқару бейлігін дағы немеге чоғы алпарам атқару бейлігін мойын маналам деген кеші чықпайды. Мұныңқы Бұға Чайынкі президенттің бардығы премьер-министріге өткөзі қойғам. Азыр президентский. Азыр дұл бұрын ғараш отқайығы. Азыр бұға чайын бағын үшілі біз үш-үш парламентскийды баға жақтырып қаруалғамыз. Азыр талқу қатты жүріп отап, азыр парламентский бәз көртеке. Аз тысссссссссссссссссссссссс, бұры мағын үш көртеке. Мы за период нашей недолгой независимости видели, что мы пробовали уже все. И президентскую, и парламентскую форму правления. В идеале нужна та форма, которая поможет стране эффективно развиваться. Здесь уже подход абсолютно субъективный. Все зависит от личности. Если бы при парламентской форме правления, на мой взгляд, были бы более сильные личности депутатов в парламенте, мы бы успешно развивались при парламентской форме. Если бы те президенты, которые ушли и имели те полномочия властные, которые у них были, смогли тоже правильно распорядиться теми полномочиями, которые у них есть, страна бы тоже развивалась. Так что этот вопрос субъективный. Я думаю, и та, и другая форма, она имеет право на существование. Просто нужны определенные условия и обстоятельства для того, чтобы стране просто повезло.